Информационный час на телеканале НТМ продолжает программа «Тревожная кнопка» в студии Анастасии Целигина. Здравствуйте! В начале выпуска расскажем об аварии, которая произошла днем 6 июля в поселке Зыково. Около половины 9 утра водитель отечественной легковушки сбил пенсионерку. Видео с места происшествия было размещено очевидцами в социальной сети. На кадрах видно, как женщина, не глядя по странам, начинает перебегать дорогу. Водитель 99-й постарался объехать женщину, однако избежать столкновений с ней ему не удалось. Пострадавшую доставили в больницу. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям. Еще одна авария произошла на трассе Саранск-Ульяновск, недалеко от села Арское. Встретились фура и газель. Очевидцы засняли последствия на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, что у фургона практически отсутствует передняя часть. Автомобиль просто сплющило, как консервную банку. Информация о пострадавших и причины столкновения уточняются. Теперь к другим темам. В исправительной колонии номер 17 регионального УФСИН предотвращена попытка доставки запрещенных предметов. Посылка с таинственными свертками внутри поступила на имя осужденного к 10 годам лишения свободы от жительницы Московской области. Как позже установила экспертиза, содержимым двух полиэтиленовых пакетиков оказались наркотики, масса которых превысила 2,5 грамма. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Теперь наша постоянная рубрика «Внимание, розыск!». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местоположение Оськина Олега Михайловича, 1964 года рождения. Житель села Шеренгуши Зубополянского района ушел из дома 14 июня и обратно не вернулся. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Оськина, сообщите по телефону дежурной части в Зубовополянском районе 2-51-02, телефону в Саранске 38-59-31 или 02. На этом выпуск подошел к концу. Больше новостей читайте на нашем сайте ntm13.ru и в официальной группе ВКонтакте. С вами была Анастасия Целигина. Хороших выходных. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!